Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас, как вы понимаете, мукпанг. И сегодня 1 июня. Первый день лета и еще плюс день защиты детей. Я поздравляю всех детей. Сегодня ваш день. Сегодня можно ничего не делать, просто отдыхать, расслабиться. Но для меня этот день всегда был ужасным днем, если честно. Потому что 4 года подряд в этот день со мной что-то случалось. Я сейчас подробно расскажу про это. Хорошо, что вспомнила. Сегодня у нас клубничный чизкейк, который приготовила мама. Рецепт будет внизу в МФБоксе. Мы давно уже не снимали ничего на мамин кулинарный канал. И мама решила приготовить вот такую прелесть. Это очень вкусно, очень красиво и готовится элементарно. Также у нас здесь долма три сестры. Тоже рецепт будет обязательно. Обалденно вкусно. Огурчик. Давайте начнем. С кого же начать? Я больше люблю перчик. Это прям вообще моя любовь. Обожаю. Давайте начнем с перчиком. В общем, 4 года подряд со мной происходили очень неприятные вещи. Именно на День защиты детей. Первый раз я попала под машину. Нет. Первый раз я упала с горы. Так как праздник День защиты детей, мне брат предложил, что давайте съездим на гору. И там как раз был родник. У нас у всех были велосипеды. И у меня был такой дурацкий велосипед. В общем, мы поднялись на гору. Потом настал момент спускаться с горы. Я спросила у брата, ну что, как будем спускаться? Он сказал, ничего особенного. На великах будем спускаться. Я села за велик и прям с горы вот так вот спустилась. Там была такая кочка. Я вот так вот еду со скоростью 400 км в час. Я об эту кочку. И вот так вот поднимается мой велик. Я переворачиваюсь три раза в воздухе. И падаю в асфальт. Хорошо, что я тогда не ударилась головой. Но это было очень больно. Это самое больное, что у меня было в жизни. Короче, это первый случай был. Я долго потом восстанавливалась. Вот я рассказываю. Это кажется ерундой. Но я не буду вдаваться в подробности, какие травмы я получила. И как переходил мой период реабилитации, потому что не к столу. На следующий год, на День защиты детей, я попала под машину. Это была такая волка. Я уже обратила внимание, что в прошлом году, на День защиты детей, был такой случай. А в этом году я попала под машину. На третий год я опять упала. Мы, короче, с двоюродной сестрой. В этот день строили палатку. Делали такое небольшое место, где можно поиграть. Я поправляла палатку, встала на забор. Я упала с забора. Очень сильно поцарапала спину. Это просто был ужас какой-то. И на следующий год опять что-то случилось. И после этого я начала остерегаться Дня защиты детей. Потому что все эти происшествия произошли именно в День защиты детей. Возможно, это совпадение. Просто в этот день я была очень активная. Очень много где была. И так произошло. Я ошибаюсь. Возможно. Но почему-то это очень было похоже на какой-то рок. Сегодня День защиты детей. И я буду сидеть дома. Даже если меня кто-то позовет куда-то. И уже, наверное, где-то лет 5-7. Я уже на День защиты детей никуда не выхожу. Возможно, я сама себе это все напридумала. Этого на самом деле нету. Я вообще не суеверная. Но это просто реально было со мной. Не то, что мне кто-то там что-то рассказал. А это реально происходило со мной. Как вы думаете? Есть ли в этом какая-то мистика? Так что берегите себя. Отдыхайте тоже аккуратно. Без предшествия. Я вспомнила, что было четвертое. Мне делали капельницу. Я не знаю. Может, я просто не разбираюсь. Медсестра ушла. И получается, все лекарство вытекло. Там уже дальше мог бы в вену пойти воздух. Хотя, может, я ошибаюсь. В общем, четвертый был не очень такой опасный. На все остальные случаи дали мне сигнал, что в день защиты детей надо сидеть дома. Еще хочу поделиться с вами радостной новостью. Но пока рано, если честно. Но все равно хочется рассказать вам. Я наконец-то сдала на права. И буквально через дней 10 я уже получу права на руки. Наконец-то это свершилось. Я очень рада, если честно. Экзамены я сдавала на русском языке. Если вам интересно, я могу подробно про это рассказать. Или когда уже получу права на руки, я уже вам подробно все расскажу, как у меня было, сколько попыток было. Но то мне пока что не верится. Пока я вот на руки не получу документ, то я не поверю в это. Что у меня есть права. Берегитесь. Берегитесь на дорогах. Будьте аккуратнее. Я вообще очень спокойный человек, терпеливый. Я не думаю, что я буду гонять. Пока что там не на чем гонять. Ну, при желании что-то приобрести себе можно. Смотрите, какая красота. Помидорчики я не очень люблю. Но тоже вкусно. Я больше баклажан. Я просто решила, что этим летом вопрос с правами надо решить. А то все умеют водить, а я не умею. Фанты, любовь. Давайте уж попробуем десертик тоже. Я здесь подготовила чай. Здесь кусочки клубники. Такая вот желейная масса. Ой. Очень вкусно. Рецепт обязательно будет. Я не знаю, успею ли я смонтировать до того, как выйдет мукбанг. Или чуть-чуть попозже будет. Но в любом случае я буду благодарна каждому, кто подпишется на мамин канал. Потому что нам осталось совсем чуть-чуть до 100 тысяч. И мама получит кнопку. Я думаю, что она будет очень рада, если она получит кнопку. Какой вкусный десертик. Он не сильно приторно-сладкий. И для меня это огромный плюс. Вкуснотища просто. Вот такие вот дела. Вроде рассказала все новости из своей жизни. Вас тоже поздравила. Ничего не забыла. У меня часто бывает такое на монтаже. Я потом вспоминаю, блин, я не сказала это. Я не сказала то. Надо себе составлять список. На этом все. Не забывайте подписываться на мой канал. Мне будет очень приятно. Потому что 50% моих зрителей смотрят меня без подписки. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.